здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа тема дня меня зовут александр гурарье я с удовольствием представляю моего друга и коллегу давида эдельмана историка политтехнолога обращаемся к вам давид привет во первых доброе утро и обращаюсь к вам с традиционной просьбой подписывайтесь на наши каналы в ютубе подключайтесь к нашему телеграмму комментируйте ставьте лайки задавайте вопросы мы постараемся в наших программах на них ответить кто сочтет возможным помочь каналу там есть две кнопочки супер спасибо и стать спонсором мы благодарны за любую помощь ну а сейчас мы давид мы по свежим так сказать следам поговорим с тобой мы когда планировали накануне наш сегодняшний эфир конечно мы не могли предположить что произойдет в дагестане это вносит как бы определенные коррективы то есть мы начнем именно с этого и так воскресенье 23 июня примерно в 6 часов по местному времени в дербенте неизвестные террористы теперь уже известны их так сказать имена явки фамилии обстреляли из автомата в синагогу и церковь при этом в махачкале был атакован пост дорожно патрульные службы и еще одна синагога на той же улице боевики атаковали пост дп в махачкале в синагоге на улице ермошкина возник пожар судя по видео боевики одетые в черной расстреливали автомобили полиции на улице из автоматов ну и такой такой кошмарный так сказать эпизод что священнику перерезали горло он погиб буквально в первые минуты нападения давид священник был таким символом считался символом мирного существования на северном прокрасе да и вот что как бы удивляет но не является неожиданностью что сразу же практически в как только начался этот теракт еще толком непонятно было что происходит но уже пошли сразу же в российских а пабликах версии что виновата украина нато иностранные наемники сша израиль и все такое прочее это просто дымовая завеса или они серьезно так считают смотри легче всего сказать что это отмазки но это отмазки не случайные они избежны и более того именно эти отмазки они связаны со стратегическим курсом россия который и приводит тем терактом вроде того что случилось сегодня а чё что я имею ввиду смотри что 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 произошло если глобально так посмотреть путин он же думал опереться на то что он называл в россии на глобальный юг а опереться на глобальный юг стать его так сказать главой главой там не получается потому что есть китай максимум это типа заползти но опереться на глобальный юг борьбе с западом с безбожным модернизмом вообще со стилем модерн с обновлением мира с вестернизации сша с глобализмом вот опереться на этот пресловутый глобальный юг а вот это знаете слово глобальный юг мне все время как складывается в украинскую фамилию глобалюк да а вот этот глобалюк он это это взял и поимел а собственном то у глубоком то у городе дербенте если как пишут что погибло по меньшей мере 15 полицейских то вряд ли жертв может быть 16 17 человек как как сообщается жертв скорее всего намного больше но что если погибло 15 человек полицейских то у мирных людей скорее всего по и погибло больше хотя можно может быть это мне полицейские охранники приняли весь огонь на себя теперь вторая вещь российские власти они ведь имели последние годы очень четкий тренд только мы консервативны только мы охраняем традиционные ценности только мы их сохраняем в общем защищаем традиционные стиль ахайпу и это это ну вот эти традиционные ценности они все кто хотят их сохранить все кто хотят реакции слонгая все мракобесы они должны выстроиться за нас и и пойти вместе с нами поход на запад который хочет там вестернизировать мир и навязать время белого человека а тут выясняется что этот вот глоболюк черный а всемирный джихад он совсем не признает православную россию своей лидера я уж не говоря о том что он очень и очень неоднороден вот мы уже с тобой в наших программах этот неоднократно отмечали что такое впечатление что российские специалисты не очень разбираются где шииты где суниты кто за кого воюет они считают что вот они все как бы против америки значит за нас да ну и условно говоря этот глоболюк не считает россию черно жопой это такой очень важный пункт российская пропаганда она ведь после 7 октября перестала быть просто анти израильской она стала откровенно антисемитской причем знаете религиозно-юдофобской против евреев не только как нации но и как религия ну как киселев объяснял это традиционная ценность мусульманских народов ненавидеть евреев да а что неправда но во всяком случае сравнение с христианами так ему легче объяснять народу понимаешь да но вот и поэтому мы это используем они пойдут за нами но тут выяснилось что вот эта российская пропаганда которая взывала к антисемитским стереотипам сенофодским предрассудком к религиозной всякой безовщине что всю эту гебельсовщину слушал не только безбожник ванька который абсолютно светский и который но то есть он отвечает на вопросы опросника православный но вряд ли он сможет даже правильно креститься да а вот слушать не только ванька и не только марка его это слушает еще и религиозные осман магомед дибраил а у них свои представления о светлыми прекрасным добре и зле и свои представления о том как за это бороться у них этому в мечети объясняют ведь а вот это вот пропаганда традиционализма она очень сильно усилила исламизм на постсоветской территории начиная с конца восьмидесятых все 90-е годы и так далее наконец русская православная церковь она тоже сыграла роли в разжигании ненависти разжигание нетерпимости активно вертела задом на подтанцовках участвовал подогревание вам и рассливание народа и вот теперь мы видим что в дагестане громят не только пустые синагоги потому что мид израиля сообщает что в числе пострадавших раненых и т.д. погибших нет в том числе пострадавших ни одного еврея ни одного гражданина израиля во время нападения синагога на синагоге там не было прихожал как обычно бывает вот синагогах таких местах а кроме синагог там пострадал допустим храм покрова пресвятой богородицы на улице ленина в дербенте кстати как обратите внимание что храм покрова пресвятой богородицы них находится на улице ленин да такой сюр до сих пор не переименовали да не храм а улицу я имею ввиду да ну то есть тут это либо крестик с ними либо трусы одень да они хотят вот это вот наложение разных мифов советских религиозных каналей у них это она просто зашкаливает после этот антисемитского погрома который был 29 октября 2023 года было заявление религиозных лидеров депутатов госдумы там местных чиновников давид извини надо пояснить может быть не все помнят речь шла о беспорядках которые творились в дагестане когда штурмовали аэропорт разнесли к чертовой матери это аэропорт пытались добраться до прилетевшего самолета из израиля который там этих пассажиров этого самолета там вывозили на вертолеты на военном на военную базу то есть все разгромили пострадалом достаточно много силовиков и все было спущено на тормозах то есть ну люди немножко нам погорячились ну подумаешь немножко пошумели причем специалисты причем российские специалисты я очень помню хорошо это говорили так сказать им просто не давали широко об этом так сказать рассказывать что ребята это первая ласточка это самый настоящий исламский фундаментализм и он еще аукнется и вот здравствуйте и он и он еще аукнется ну-ка этот погром в аэропорту легче все напомнить о нем если кто-то был тогда скорее всего видел в сетях картинку о том как даги ищут евреев в турбинах самолета плохо понимая что если к ним на самолетах прилетает прилетят евреи то это будут другие самолеты их искать не надо будет из этих самолетов само вылетит все что им нужно так вот но тогда вот был этот погром по аэропорту ни одного еврея опять-таки не пострадало единственное кого они там задержали чуть не распяли был узбек из прилетевший из москвы и показывал паспорт что он вообще ходился в смоленске известный известный врач хирург да но ему все говорили что он ехут и паспорт у него забрать а так вот после этого погрома делала все чтобы погромщикам правоохранительная система российской федерации отнеслась как бы сказать как социально близким поскольку кстати давид извини ведь тогда же тоже были сообщения о том что все это было спровоцировано украинцами там были какие-то ссылки какой-то украинский сайт который их поднимал они такие все наивные как дети вот украинцы их поманили пальчиком и они пошли громить аэропорт да поскольку они хотели выразить вот этот как писалось о них что вот идиозные недели писали что их надо простить поэтому они всего лишь хотели выразить свое осуждение жестким бомбардировкам палестинцев в секторе газа поэтому разгромили своя аэропорта да выражая возмущение они разгромили собственный аэропорт на сумму по тогдашним данным подсчитывали в районе 300 миллионов рублей 300 миллионов рублей это это такие возмущения да и вот собственно это мягкость по отношению погромщикам а если вы бережете палку вы провоцируете следующий такой инцидент она была приглашением теракту в руку сити холи 22 мая а это это мда царом марта и нынешним событием в дагестане потому что погромы совершается тогда когда власти не реагирует на погромы вам хороший историки политолог украинский дмитрий губин который исследовал вопрос говоря он мне объяснял что погромы происходили только там где губернаторы были не против погрома где они за это не вешали а вот там где вешали погромы не происходили а то есть а чему мы приходим в результате мы приходим что этот вот этот глобалюк на которого россия пытается попытался переться и его всемирный джихад ну шо вам помог вам ребята ваш глобалюк можно задать вопрос а россия нельзя сказать что она не понимала с чем она связывается и нельзя сказать что не понимал владимир владимирович путин который напомню пришел к власти во многом благодаря войне с чечнёй и терактам ну которые либо совершали чеченцы либо которых тогда списали на чеченцев в москве в девяносто девятом году да то есть это как в той украинской пословице бачери очи еще куповали да теперь жрите пока не лопать так вот самое страшное что вот саш а ты веришь что россияне сделают выводы сейчас думаешь о чем дело смотря вот то言ги россияне 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 то есть кого то имеешь ввиду ты имеешь это руководства россии ты имеешь это руководство правоохранитель и российский власти российский власти я смеюсь напомнить когда произошел раз уж ты заговорил про теракт в крокусе значит тоже моментально объявили украинцев обвинили то есть тут же нашли какой то следы почему то эти все бедрали именно там в сторону Украины, то есть все успокоили, все нормально, все в порядке. Опять-таки, некоторые робкие специалисты российские, я еще раз повторяю, я вовсе не хочу сказать, что в России нету очень глубоких специалистов и по вопросам ислама, и по вопросам всевозможных, так сказать, террористических организаций. Есть классные специалисты, высококвалифицированные, им просто не дают сказать, они их не слушают. Вот они тогда говорили, что это чистейшая работа ИГИЛа, это ИГИЛ, и это ИГИЛ, который воевал и будет воевать против России, потому что они об этом говорили, в их телеграм-каналах об этом писали, ничего, все сделали вид, что это все Украины, все успокоили, всем так легче, и уже давно в российских, так сказать, средствах массовой информации не вспоминают про ответственных за вот этот теракт, потому что все понятно, вот их арестовали. У меня складывается впечатление, что будет сейчас абсолютно то же самое, то есть быстренько обвинят каких-то украинцев, единственное, что мне непонятно, там абсолютно, так сказать, конкретные люди, там два сына господина Магомедова, который генерал отставной, который там руководитель района, его, кстати, арестовали, там его племянник, то есть как они связаны с украинцами, это достаточно сложно объяснить, но я думаю, сейчас какую-нибудь версию придумают, потому что они боятся признать о том, что это ошибка. Я на состояние 6 часов утра написал пост о случившемся, и вот на 6 часов утра я просто отмониторил все версии, которые появились, повторяю, к 6 часов утра по московскому времени. Ну вот, например, депутат Госдумы от Дагестана Абдул-Хаким Гаджиев уверен, нет сомнения, что данные теракты так или иначе связаны со спецслужбами Украины и стран НАТО. На фоне успехов наших войск в зоне СВО, мягко говоря, успехи достаточно сомнительные, а это попытка раскачать ситуации в нашей стране изнутри. Безусловно, это теракт под прикрытием псевдогелигиозных лозов. Почему псевдогелигиозных? Когда они были откровенно религиозные, и ребята кричали Аллаху Акбар, но это псевдорелигиозные. Окей, но вот это вот. Теперь бывший депутат, ныне снова политолог, Сергей Марков утверждает, что произошла очевидная террористическая провокация с целью спровоцировать мусульманские погромы в городах России. То есть, а мусульман будут кромить в городах России, мусульмане будут делать что-то в ответ, а вопрос, а кто это заказал, кто это совершил, не знаю. Опять-таки, он не говорит, но это какие-то там темные за зарубежные силы, наверное, хотят спровоцировать. Известная такая антисемитская шалава Катя Прокофьева, которая оставила себе фамилию бывшего мужа, журналиста-пропагандиста Дмитрия Гордона, Александра Гордона, который на российский, российский Гордон, есть Гордоны российский, Гордон украинский, они оба одинаковые Гордоны, оба штопанные, оба рваные, вот, но вот российский Гордон, я не помню, так вот, она Катя Гордона, известная такая, антисемитская такая, которая постоянно публикует что-то в Израиле, сначала она была радиоведущей, телеведущей, вроде пыталась, не получилось, потом этот пела такие пляски и песни про этот на дамы сети. Слишком много чести для этой я просто хочу сказать, что вот это такой крупный авторитет, но очень распространенный в российских пабликах, цитируемый, она пишет террористический акт в Тербенте следствия месяцев насилия и агрессии запущенных в Израиле. Кстати, по поводу месяцев насилия запущенных в Израиле, когда я вчера вечером смотрел на телеграм-каналах и на дагестанских телеграм-каналах съемки вот того, как там эти бегают с автоматом и расстреливают в упор людей, у меня перед глазами стояли кадры 7 октября, когда вот точно так же, точно с автоматами бегали по террористы по городу Сдероту, расстреливали просто автомобили, которые шли им навстречу, то есть все было настолько похоже, а тогда их тоже на них произвело впечатление 7 октября, вот эти вот девушки. Да, но у них разница, понимаешь, вот ты сразу вспомнил 7 октября, то есть это вызвало у тебя человеческое сочувствие, а у них это вызвало радость, вот и вся разница, да, так вот, это они пишут, и теперь мы приходим к ситуации, что злорадствовать мы не будем, да, мы не такие люди. А что злорадствовать, погибли люди, погибли люди, и так далее, но то, к чему привели воевать российская власть, российская элита, и к чему она ведет дальше, потому что ведь принцип-то простой, если ты уже глубоко-глубоко в яме, прекрати покопать, они продолжают покопать. А Дербент в переводе, есть разные варианты перевода, то ли узкая дверь, то ли это там задняя дверь, то ли какая-то такая другая дверь, то ли узкие двери, но это именно та дверь, понимаете, вот помните у Киркорова бывает, что зашел не в ту дверь, да? Да, 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 это он. Это фраза, кстати, говоря, из западного фирма Кингсмена, когда там Эртон Джон, известный своей ориентацией, говорит герою фирма «Я оставлю тебе открытую заднюю калитку». Так вот, термин – это именно та узкая задняя калитка. И коллективный глобалюк именно через эту калитку Россия не примеет. Пока она делает вид, что она противостоит Западу, модерну и так далее. Если вы, собственно говоря, не только не воюете с врагом, а даже боитесь его назвать, то понятно, что враг от этого будет еще сильнее. И понятное дело, что если власть не готова разбираться, то разбираться будут, конечно, всякие нападения, которые происходят по России по полной программе. только нападают то на каких-нибудь туркменов, то на каких-нибудь таджиков, бедных, несчастных, или в аэропорту задержание, или еще какие-нибудь киргизов массово выселяют. Это будет проходить. Но в это же время российская власть будет делать вид, что вообще все великие, все традиционные, вся мировая архаика, она за нее, а против, но только безбожный запад. К сожалению, это будет происходить. Теперь вопрос, на который мы не можем дать сегодня ответа точно, это кто дал, ну, то есть, кто дал отмашку на Эктера. И зачем? И зачем, да. Понятное дело, что Россия будет сейчас, ну, русские официальные пропагандисты и власти будут во всю переводить стрелки на Запад, на Украину, на иностранных роднаемников, на чего угодно. А вот понятное дело, что на Украине найдутся свои гордоны, которые скажут, что вообще это все провокация ФСБ, это само ФСБ взрывает Россию и так далее. Это тоже не будет ничего удивительного. Да, потому что Крокус-Сити же в Украине объявили, что это провокация ФСБ. но вопрос делали ли это какие-нибудь мировые ИГИЛ или ваххабиты и так далее, я не уверен. Давид, извини, я тебя перебиваю, если это делал ИГИЛ, то об этом в ближайшее время будет сообщено. ИГИЛ это организация, которая всегда берет на себя ответственность. Это их кредо. И они обязательно об этом заявят. Точно так же, как в Крокус-Сити, они заявили, что это их дело и очень долго смеялись и обижались, когда там все переводили стрелки на Украину и так далее. То есть, они в своих официальных телеграм-каналах, а таковые есть, они четко описывали, что это сделали они и никогда ИГИЛ не приписывал себе чужих заслуг. ИГИЛ, ваххабиты, кто бы ни был. Но, если, но вполне возможно, что это и местное самоузгорание. Я бы не исключал такую версию. То есть, в этой атмосфере, которая происходит сейчас, и которая накаляется, и которая уже два с половиной года во время войны, она тоже вполне может это повести к таким последствиям. Ну, делать вид, что ничего не происходит, это приглашать следующий и следующий удар. Ты считаешь, Давид, из тех кадров, что мы видели, ты считаешь, что они изначально шли на смерть, то есть, это были смертники, или у них была какая-то цель, которая, может быть, сорвалась, какая-то операция? Я понимаю, что это пока что только домыслы, но вот из тех визуальных рядов, которые мы видели. Я бы не хотел говорить вещи, о которых я точно не разбираюсь. То, что я вижу вот именно векторные стратегические вещи, я сказал, а делать тактические версии, я думаю, что у нас найдутся, у вас найдутся много военкоров, которые это сделают лучше меня. Спасибо. Но они поправятся, если что. Если что, да. Спасибо, Давид Эдельман, историк, политтехнолог. Спасибо за этот рассказ. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok